Пушистого всем дня, это Тая и 5 лучших игр в Steam, которые выходят в январе. Наступил новый месяц, и подборка самых интересных игр, по нашему мнению, готова. Пока доедаются праздничные салаты, давайте вместе глянем, что же нас ждет. Children of Silent Town. Игра в жанре Point and Click с интересным визуальным стилем. Тим Бёртон бы оценил. История разворачивается вокруг девочки по имени Люси. Она живет в деревне, расположенной глубоко в лесу. Здесь частенько пропадают люди, а по ночам из чащи доносится жуткий лев. Нам предстоит отправиться в приключения вместе с Люси, раскрыть жуткую тайну этого мрачного городка и узнать, куда же пропадают люди. Мы сможем исследовать окрестности, общаться с чудаковатыми жителями и разгадывать головоломки. Кроме того, разучивание песен сыграет важную роль в истории и поможет в коммуникации с другими людьми. Познакомиться с игрой мы можем прямо сейчас, сыграв бесплатный пролог. В Children of Silent Town нас ожидает приятная 2D графика, музыка, создающая загадочную атмосферу, а также злобный кот, который будет мешать девочке при каждом удобном случае. For Spoken Этот приключенческий ролевой экшен расскажет нам историю о девушке по имени Фрей. Загадочным образом покинув Нью-Йорк, она оказалась в Атии. Это фэнтезийный мир, населенный злыми волшебниками и драконами. На первый взгляд, это невероятно прекрасное место. Но первое впечатление обманчиво. Земли Атии поражены загадочной темной силой. Всепоглощающий туман превратил животных и людей в чудовищ. Щедрые земли стали опасными. А прежние правительницы Танты, теперь безумные колдуньи. Последние обитатели Атии видят в девушке свою единственную надежду. Ведь на нее не действует темная магия. Желая найти ответы на свои вопросы, Фрей соглашается им помочь. Для Форспокин доступен предзаказ, оформив который мы получим дополнительные плащ, подвеску и дизайн ногтей, улучшающие магические способности Фрей. Нас ожидают бескрайние просторы прекрасной Атии, интуитивно понятная система паркура и богатый арсенал магических способностей. Dead Space Это ремейк, известный многим игры. Теперь она может порадовать нас современной графикой. Совсем недавно вышла за Каллиста Протокол, вдохновленная той же Dead Space. Ну что, посмотрим, кто тут папка? Нам вновь предстоит взять на себя роль Айзека Кларка, который прибыл на космический корабль для проведения ремонтных работ. Герой обнаруживает, что вся команда заражена какой-то инопланетной болезнью, и теперь Айзеку придется бороться за собственную жизнь. Для игры доступен предзаказ, оформив который мы также получим Dead Space 2. По словам разработчиков, основной сюжет менять не стали, но дополнили интересными подробностями, а также улучшили графику, освещение, звуковое сопровождение, убрали загрузочные экраны между уровнями, добавили систему случайных событий, чтобы держать игроков в постоянном напряжении, увеличили локации и переработали физику. Энкуленати Это пошаговая стратегия, визуальный стиль которой напоминает иллюстрации средневековых манускриптов. Нам предстоит примерить на себя роль мастера, владеющего живыми чернилами. Это вещество способно оживлять нарисованные, поэтому на страницах книг развернутся настоящие баталии. Мы сможем сформировать свои отряды из зайцев с мечами, котов епископов, кровожадных улиток и многих других созданий, которых можно увидеть в забавных средневековых иллюстрациях. Для игры доступна демка, так что мы уже можем нарисовать свое первое войско и отправить его на сражение. В битву также может вмешаться и сам мастер, например, подтолкнуть рыцаря или ударить кулаком по странице. А ну-ка не трогай кроликов, как-никак их год наступил. Вы готовы, дети? Да, капитан! Я не слышу! Так точно, капитан! Да-да, Спанчбоб добрался до наших компьютеров. Губка Боб, квадратные штаны. Космический коктейль. Это аркадный экшн-платформер с видом от третьего лица. В руки губки Боба и Патрика попадают слезы русалки, способные исполнять желания. Долго не раздумывая, друзья загадывают все, что только приходит им в голову, и случайно открывают порталы в другие измерения, полные рыцарей, ковбоев и доисторических улиток. Нам предстоит посетить семь различных миров грез и встретиться с полюбившимися персонажами мультсериала. Жаль, что русскоязычной озвучки в игре нет, ведь на других языках герои озвучены актерами из мультсериала. Было бы любопытно услышать в игре голос Сергея Балабанова, дублирующего Спанчбоба уже 20 лет. Это я, губка Боб! Для игры доступен предзаказ, за который мы можем получить 7 дополнительных костюмов для губки Боба. Помогите закадычным друзьям спасти своих товарищей, затерявшихся в мирах грез, и вернуть главные достопримечательности бикини-ботам. Это были новинки января, которые показались нам наиболее интересными, так что нам точно будет чем заняться в ожидании следующих праздников. Ссылки на игры и тайм-коды есть в описании. Это была Тая. Лайк, подписка и звон в колоколец всегда остаются на ваше усмотрение. Всем пока!